В Крым возвращается полноценная жизнь после так называемого блэкаута, который продлился больше недели. С начала 2 декабря президент России запустил первую ветку энергомоста из Краснодарского края в Крым. Потом 8 декабря Украина возобновила поставку электроэнергии по одной из четырех линий электропередач. А 15 декабря подключили вторую ветку энергомоста в Крым. Теперь можно сказать, что свет в Крыму есть практически везде, за исключением крупных промышленных предприятий. Предстоит еще наладка оборудования, но исхожу из того, что если и будут возникать какие-то проблемы, то они будут быстро устраняться. Нам нужно решать следующие задачи, которые перед нами стоят, а именно к лету, а точнее где-то в апреле, ну в крайнем случае в мае, нужно будет обеспечить еще две цепи на Крымский полуостров энергетические с тем, чтобы дать на Крым не менее 800 мегаватт. Сейчас на улицах крымских городов везде горят светофоры, уличное подземное освещение в переходах работает без перебоев, в домах наконец-то электричество есть круглосуточно. Ну сейчас-то стабильно все есть, в принципе вообще никаких проблем в этом вопросах. Ну бывает там иногда отключают пару часов, но это потому что из-за аварии, из-за нагрузки на сеть. Очень оперативно отреагируют, свет есть, нормально все. Большая благодарность властям, что они оперативно это сделали, потому что вообще вначале говорили 20 декабря, но сделали, вот уже свет был там какого, ну в начале декабря уже было нормально, вот так более-менее. Поэтому я думаю, ну спасибо властям и тем, кто непосредственно эту нитку тянул. Работает и наружная реклама, даже днем. Открылись магазины, кафе, в Симферополе возобновил работу «Ледовый каток» и кинотеатры. Вышли на маршруты троллейбусы. Уже традиционно многие говорят, что виновата Украина, электричество съемок терриковой части не надо. Уже знакомая «Потерпим» стала визиткой жителей республики, особенно тех, кому за 50. У нас есть свет. Ради Бога, конечно, все нормально, ребята, все хорошо. Мы не такое перетерпим, если надо бояться. Там уже, гляжу, работают светофоры, все работает по дорогам, все хорошо. Так что, ребята, все нормально. Крымом должен быть Крым и должен быть русским, ребята. А русские не бросят. За 23 года мы не такое видали. Надо уходить от той помойки. Вовсе ничего украинского нам не надо. Власти Крыма уверены, что после ввода второй нитки первой очереди энергомоста, с учетом собственных ресурсов, общая мощность крымской энергосистемы составит около 1000 мегаватт. Это составляет от 80 до 100% от потребности крымской энергосистемы. Процент потребления зависит от времени суток, температурного режима, выработки ветровой и солнечной энергии. Довольные горящими лампочками крымские пенсионеры прильнули к телевизорам. Сейчас мы радостные, что все прекрасно. И главное, были вот биатлоны, и везде нас показывают, и все. Еще пережили. Это не то, что на Донбассе пережили. Молодцом. Потому что нам Россия дала, все восстановили, теперь все нормально. Я вот здесь недалеко живу, не отключают, нормально все. По графику давали, по графику. И бывало и два часа не было. Было только там три часа. Бывало вообще трое суток как-то вообще не было. Вот и сейчас нормально. Все хорошо. Кстати, версии о том, каким образом удалось так быстро подключить этот самый энергомост, несколько. В том числе и это, озвученное российскими СМИ. Энергомост в Крым оказался построен в считанные дни, как по мановению волшебной палочки, невзирая на штормы в Керченском проливе. В прессе появилась интересная версия того, почему энергомост в Крым был построен так быстро, после начала энергодефицита на полуострове. Потому что энергомоста вообще нет. А есть в реальности российская атомная подлодка в Феодосии, которая запитала своим реактором сухопутные энергомощности. Причины секретности понятны, уточняет издание. Атомные лодки не имеют права проходить через турецкий пролив Босфор, а эта лодка была проведена нелегально. От МАГАТЭ это тоже скрыли. В реальности же, добавляет редакция, первую нитку энергомоста запустят не ранее 20 декабря. Так это или нет, узнать невозможно. Однако сомнения в существовании энергомоста есть.